Александр Александрович Он посвящается изучению оптической и магнетооптической проводимости двуслойного графена во внешних электрическом и магнитном поле, приложен пепендикулярно в так называемом двухзонном и четырехзонном плане в полевом приближении. Он сравнительно недавно не отключился в эту работу. Графен, с моего сотни, всем хорошо известен, особенно вам, мне рассказывают, что в момент своего открытия он зарекомендовал себя группой новоселовой гейма, он зарекомендовал себя как образец из физиконализированных физико-генитетных средств, которые обладают выдающимися механическими и транспортными свойствами. И самое главное, чтобы его корректно описать, необходимо использовать аппарат террической физики, который лежит в квантовой теории поля. А именно, это не что иное, как квантовая электродинамика, но не в 3 плюс 1 измерении, а в 2 плюс 1 измерении. За малым исключением тем, что здесь собственное электромагнитное поле является внешним, и человек управляет им для того, чтобы получать требуемые характеристики от графена. Управляет им он, получает свои соответствующие результаты. Здесь представлены графен на подложке из кремния, также подается в зависимости от подачи напряжения, и поглощение света происходит его излучение. Указан в окрестности специальной точки К или К-штрих конус дираковский, так, что соответствующее полное напряжение позволяет сместить энергию ферми, а соответствующий порог абсорбции в 2 раза здесь показан больше, чем энергия ферми. Я здесь буду достаточно быстро показать. Здесь указаны известные рисунки. Грисокональная структура графена, которая состоит из двух типов атомов, так что имеется в первой зоне привлена 6 К-точек, из них 3, не эквивалентно другим трем. Это с точки зрения, что невозможно перевести любым преобразованием. Одной треугольной решетки, одну точку или узел в другую. Указана также элементарная ячейка, графена, монолейра, которая состоит из двух атомов, типа А и Б. Сразу отмечу, у меня здесь не будет это показано, что двухслойный графен будет содержать элементарную ячейку из четырех атомов. Одна из них, значит, пример. Сверху и внизу я буду рассматривать только А, значит, случай, состатированный по Абернале. Указана, значит, сильно связанная модель гометания А, значит, терминных операторов рождения и уничтожения, значит, для А, значит, операторов рождения, значит, для типа под решетки типа А, Б, в смысле, для решетки типа А, значит, следующий решеток. Так, собственно, санспектор был, значит, закон дисперсии найден еще у Алисон в 1947 году, и он определил, что, значит, вблизи, значит, К и К штрих точек, значит, спектр линейный, что является только характерным, лишь только, значит, фактически, значит, для безмассовых частиц, и поскольку, кроме, ничего, кроме, значит, соответствующих носителей, кроме как, значит, электронов и их антиподов, нет, значит, это, в общем, фермион. Если фермион, это, значит, должна каждая К и К штрих точка, где, собственно, происходит передача, значит, перенос, значит, заряда, описываться двухкомпонентным спинораммом, значит, эти точки неэквивалентны К и К штрих, и, значит, фактически входят в одну элементарную чайку. Здесь, значит, вместо скорости света, скорость ферми, она в 300 раз меньше. Диавольские точки, они связаны, значит, посредством, значит, обращения времени, значит, при замене времени на предположение, они заменяются. Вот возникает здесь вопрос, а что будет, значит, с пространственной, значит, инверсией, когда, значит, их наименосы их заменят? Вот если, значит, ее так заменять, то можно, значит, связать, значит, одну, значит, К и К штрих точку так же, так, что можно от модели сильно связанной перейти, значит, от модели, заданной в одной, значит, элементарной чайке. А тогда, значит, все свойства, которые с помощью такого галинтиняна, который для элементарной чайки, в данном случае, графина, получены, можно потранслировать на весь этот, значит, в отличие от сильно связанной модели, которую нужно рассматривать сразу. Но здесь есть, конечно, свои ограничения. Если существует щель, которая энергетическая, то она нарушает пространственную инверсию при замене А на Б, и делает спектр со щель. Это без магнитного поля. Здесь также указано, что щель в однословном графине, как она наблюдалась. Сейчас сразу хочу сказать, что существуют твердые теоретические предсказания о том, что даже вне электрического магнитного поля, соответственно, что щель должна существовать, в том числе она может существовать даже на классическом уровне. Но есть и командовые добавки. Какие есть переходы, которые могут обеспечить проводимость графина при нулевом магнитном поле? Самый простой случай рассмотрим. Есть переходы, которые внутри одного кумуса происходят, так называемые внутризомные переходы. Они ответственны за проводимость патруда, обычная металлическая. А также переходы, которые между кумусами, межзонные переходы. Одна из зон, здесь эвивалентная, другая из проводимости, в зависимости от того, как мы рассматриваем носитель. Здесь отмечена зависимость проводимости обычной, которая является величиной обратной, от сопротивления, вчера рассмотренной, представленной моим коллегой из нашего института института и прочего материаловедения. В единице, значит, ей квадратили на H. В зависимости от частоты омега, которая, значит, есть ни что иное, как, значит, вот... В зависимости от частоты здесь омега. Есть другое, значит, пик и другое всегда присутствуют здесь. В зависимости здесь появляется щель. Дельfred5. Такое ровное поведение характеризуется межзонными переходами. Здесь представлена продольная проводимость графена в зависимости от энергии фотона. При ширине спектральных линий равны 0 и при нулевой температуре. Здесь дельта-функция от частоты. При отсутствии частоты проводимость достаточно большой, но, конечно, не бесконечной. И дельта-функция. Так что здесь порог при частоте фотона больше, чем химический потенциал, эта величина есть. В частности, это всегда так выполняется, и вещественная часть такой проводимости стремится к вот этому коэффициенту. И вот здесь показано это на соответствующих рисунках. Ну, здесь немножко, значит, о постоянной тонкой структуре. Почему я, конечно, говорю о том, что, значит, это квантовая электродинамика 2 плюс 1 смирим. Действительно, значит, есть, значит, специальная, значит, оптическая, значит, пропускаемость, значит, теоптическая, в общем, она как раз выражается в терминах, значит, постоянной тонкой структуры, которая присуща электродинамике. Это следующим вот образом. Это делает не... Значит, это означает, что, значит, носители, которые, значит, переносят, значит, здесь электричество из них, является ничемным, как двумерными дираковскими фермионами. Сейчас настает на 1,5-я труда, значит, в этом деле факт, вот здесь будет 2,5-я линейки. Здесь идет по 1,5-й труда, чтобы не было так, känнать с тобой. Вот 7-я линейки. Вот так, значит, допустим, мы, вdawn. У Hubу… Продолжение следует... В зависимости от частоты магнитного поля, рассмотрен предел нулевого магнитного поля и постоянного тока. В этой ситуации холодская проводимость является постоянной или непостоянной, в зависимости от того, какой петчерик выбирается. Если ΔТ не равен с нулой, то получается, что она не является нулевой, а это приводит к аномальному холодскому эффекту. Это можно использовать для того, чтобы попытаться реализовать в такой вид щели, создать такой полукуровняковый транзистор.